Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Впервые за 12 лет профицитный. Бюджет чрезвычайно социальный. К нами выполняются все обязательства, которые были взяты. Депутаты приняли поправки в бюджет. Как перераспределили средства? Безопасный Новый год. Омские полицейские переходят на усиленный режим службы. Задать вопрос губернатору. Глава региона Александр Бурков сегодня ответит на звонки о МЧИ в прямом эфире. Тренажеры для хирургов. В Омске открылась лаборатория, где будущие ветеринары научатся оперировать. Четыре месяца под прицелом камер и наставников. Все писали, о, геля, ты звезда. Проект дал понять, что мечты могут сбываться. Как герои проекта 12-го канала, большие друзья стали большой семьей. Увеличили расходы на медицину, сельское хозяйство и займы на ипотеку молодым семьям. Депутаты регионального законодательного собрания сегодня во втором чтении приняли бюджет на 2018 год. Главный финансовый документ внесли несколько поправок. В частности, региональному Минздраву выделили дополнительные 750 миллионов рублей. Эти средства пойдут на закупку медикаментов, замену оборудования и ремонт больниц. Отдельное внимание детским садам из бюджета направят деньги на строительство дошкольных учреждений в Центральном и Гировском округах. Профинансируют и возведение поликлиники на проспекте Комарова. На что еще пойдут бюджетные деньги, расскажет Елена Смирнова. По-прежнему социальные впервые за 12 лет профицитные. Главный финансовый документ эксперты, чиновники, депутаты дорабатывали и совершенствовали последние три недели. С момента принятия бюджета в первом чтении, а было это 30 ноября, в профильный комитет ЗАГС Собрания внесли 24 поправки. Почти все из них парламентарии одобрили. В итоге баланс достигнут. Бюджет 2018 позволит региону наращивать темпы экономического развития и при этом выполнять все социальные обязательства. Бюджет 2018 года, бюджет чрезвычайно социальный. Нами выполняются все обязательства, которые были взяты и в прошлом году, и которые мы пролонгировали на следующий 18-й год. Растут расходы на здравоохранение, на народное образование, наращивается финансирование важных проектов по строительству школ, благоустройству городов и сел, заложены деньги в полном объеме на майские указы на повышение зарплат, сохранено финансирование на общественные организации. Так, например, на 250 миллионов рублей больше получат в следующем году поликлиники на покупку медикаментов. 300 миллионов больницам выделят на новое оборудование. Еще 200 миллионов пойдут на капитальный ремонт медучреждений. Кроме того, 187 миллионов из бюджета пойдут на ежемесячные выплаты многодетным семьям в случае рождения третьего ребенка. Смогут многодетные мячи улучшить и свои жилищные условия. 360 миллионов пойдут на компенсацию процентов по ипотеке. Для жителей ставка будет на уровне 6 процентов. Остальное возместит регион. Запланированы в бюджете и расходы на омский долгострой. 792 миллиона пойдут на достройку и консервацию двух станций омского метро. Кристаллы заречные, что в перспективе позволят строить на поверхности удобные развязки. Еще одно важное решение депутатов касается межбюджетных отношений. А именно, 10 процентов налогов, полученных по упрощенной системе, теперь будут поступать в городскую казну и бюджеты районов. Раньше поступления шли только по областной бюджету. Почему именно этот налог был выбран? Дело в том, что упрощенная система налогообложения – это плательщики малый бизнес. И они во многом зависят от развития малого бизнеса, от действия местных властей, местного самоуправления. Поэтому необходимо было заинтересовать в прямом смысле финансово органы местного самоуправления в развитии малого бизнеса. Поскольку теперь напрямую развитие малого бизнеса будет связано с наполнением бюджетов муниципалитетов. Утвердили бюджет с принятыми поправками практически единогласно. За проголосовали 35 депутатов, трое против. В феврале уже 2018 года депутаты соберутся еще раз и тогда решат, куда распределить профицит. Он составил 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Елена Смирнова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Тренажерный зал для хирургов. Правда, не спортивный, а медицинский. В Омске открылась уникальная лаборатория, подобных в стране всего 4. В учебном научном центре проводят эндоскопические операции. То есть без разрезов он станет своего рода тренировочной площадкой для начинающих и уже практикующих хирургов. Идею воплотили три учреждения. Западно-Сибирский центр федерального медико-биологического агентства, аграрные и медицинские университеты. На открытии ветлаборатории побывала Тахминат Инысова. Студенты под руководством опытных хирургов проводят эндоскопическое исследование брюшной полости животного. Затем они удалят почки и селезен. Весь процесс транслируется в соседнюю учебную аудиторию. А здесь уже студенты, преподаватели, специалисты регионального Минздрава и сотрудники трех крупных медицинских и образовательных учреждений. Не отрываясь от монитора, следят за процессом. Учатся не только тех, кто, как говорится, у станка, но и те, кто остался за дверями операционной. И это, по мнению будущих врачей, лучше, чем, например, видео на YouTube. Тем студентам, которые хотят пойти в хирургическую специальность, важно постоянно отрабатывать, учиться мануальным навыкам. И не только в качестве оператора, а в качестве зрителя, как мы сегодня сидим, наблюдаем, с коллегами дискутируем. То есть это довольно-таки интересно. Операторы могут с тобой лично поговорить по аудиосвязи и ответить на все интересующие вопросы. Эту операцию проводят без длинных разрезов и больших шрамов. Благодаря оборудованию, что установлено в зале, возможны такие медицинские манипуляции. Эндоскопическая хирургия уже применяется в больницах, а учебно-научный центр – своего рода тренажерный зал. Не только для начинающих, но и уже практикующих хирургов. Ветлаборатория станет кузницей кадров и площадкой для повышения мастерства опытных врачей. В Омске есть учреждения, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Это эксклюзивная операция, которая владеет единиц хирургов. И вот эти единиц хирургов, они будут призваны сюда, для того, чтобы показывать свое мастерство, пересадки, допустим, органов, какие-то сосудистые операции, какие-то операции на поджелудочной железе. Тирок в силу своей загруженности не всегда имеет возможность обучиться где-то. Он может посмотреть что-то, но потом, приехав к себе, он может попытаться сделать это руками. И за этим будет следовать, естественно, череда каких-то, может быть, ошибок. Здесь он может отточить свое мастерство достаточно быстро, под присмотром опытных хирургов. Оттачивать будут на свиньях. Их анатомия максимально идентична анатомии человека. Однако на операционном столе будут и другие животные, так как в медлаборатории смогут тренироваться не только хирурги, которые оперируют людей, но и ветеринары, в частности, Института ветеринарной медицины и биотехнологии Аграрного университета, на базе которого и открылся учебно-научный центр. Тахмин Атынысова и Павел Манжос, 12 канал. 4 тысячи полицейских переводят на усиленный режим работы. Они обеспечат безопасность и мечей в новогодние праздники. Об этом сотрудники правоохранительных органов доложили руководителю области Александру Буркову на совместном заседании антитеррористической комиссии регионального оперативного штаба. Особое внимание представителей спецслужб уделят губернаторским елкам. В них примут участие больше тысячи детей. Перевозить ребят будут только в сопровождении госавтоинспекторов. Также в течение новогодних каникул сотрудники будут патрулировать магистрали и парковки в местах массового скопления людей. Александр Бурков, в свою очередь, призвал больше внимания уделять проблеме вождения в нетрезвом виде. Два поста, которые вы сегодня выставили, тоже показывают, что народ не стесняется ездить пьяным за рулем. Тут важно в городе как минимум на въездах и в городе здесь блокировать, потому что детей будет много на улице, народа много. На новогодние рождественские праздники запланировано больше тысячи мероприятий. На каждом месте с полицейскими будут дежурить представители Росгвардии, казаки, волонтеры и народные дружинники. В целях безопасности установят еще и рамки металлодетекторы. Стали известны имена победителей второго регионального чемпионата студентов WorldSkills. В Доколобково прошла официальная церемония закрытия и торжественное награждение. Поздравляли молодых профессионалов, представителей крупных организаций, которые уже сейчас могут предложить студентам вакантное место в компании. Четыре дня ребята соревновались за звание лучших в 15 номинациях. Компетенции веб-дизайн первое место завоевал Андрей Кусанов. Лучшую токарную работу представил Евгений Кузнецов. Сергей Давыденко победил на площадке электромонтаж. А лучшие программные решения для бизнеса предложил Кирилл Облязов. Мы до последнего не знали, кто займет первое место, потому что соперники, они очень подготовлены. И до последнего было такое ребятное волнение. Нам нужно было разработать программный продукт по плану заказчика. То есть нужно было разработать программный продукт для автоматизации каких-то производственных процессов и разработать клиентское приложение на телефон. Еще не завершившись чемпионат, работодатели уже в очереди стоят за, как говорится, как горячие пирожки, разбирают наших студентов, которые готовятся именно в колледжах по тем профессиям, которые востребованы в регионах. Поэтому это вот про жизнь, это про успешную работу. Победители регионального этапа получат шанс поехать на Сахалин. В августе там будут соревноваться молодые профессионалы всей страны. По итогам тура сформируют национальную команду, которая представит Россию на международном этапе WorldSkills. Он пройдет в Казани в 2019 году. Первый раз на ринге и на подиуме с кистью художника в руках и в профессиональной фотостудии. Социально-образовательный проект 12 канала «Большие друзья» объединил неравнодушных взрослых и детей, нуждающихся в поддержке. Герой проекта – пять ребят, воспитанников детского дома. Кто-то хотел стать спортсменом, кто-то музыкантом или дизайнером. Сделать шаг навстречу своей мечте им помогли опытные наставники. Впервые все участники проекта встретились на записи предновогодней программы. О «Больших друзьях» 12 канала, ставших большой семьей, расскажет Наталья Бельская. Указаниям операторов и режиссеров участники проекта «Большие друзья» следуют беспрекословно. Четыре месяца под объективами камер не прошли бесследно. Это была настоящая школа. Все время проекта ребята упорно шагали к своей цели, мечтая стать кто-то спортсменом, кто-то художником, дизайнером, фотографом или музыкантом. А по пути вовлекая в процесс многочисленных телезрителей. Много людей, знакомых с других городов, знакомых много, и все писали «О, Геля, ты звезда». Действительно, никогда не верила, а тут просто проект дал понять, что мечты могут сбываться. Я хочу сказать спасибо этому проекту за все это время, за наши съемки, за наши переговоры с ними. Мне очень все понравилось. И было не скучно жить, да. Спасибо им большое. Наставник – человек, на чье плечо можно опереться и в жизни, и в профессии. Евгений Дорохов – один из самых известных художников Омска. Эмма Васильева – доцент кафедры дизайн-костюма, снабжающий весь мир именитыми модельерами. Андрей Кутузов – профессиональный фотограф. А у двух ребят в наставниках были целые коллективы. Авторская школа «Единоборств. Шторм» и Омский государственный детский ансамбль. Все учителя пытались рассказать детям что-то важное о любимом деле. Я хотел научить любви к изобразительному искусству. Почувствовать и побыть ребенку вообще в этой сфере, окунуться в сферу изобразительного искусства. Люди, которые занимаются искусством, они совершенно по-другому смотрят на мир. У нас задача в школе – это не сделать всех бойцами, всех чемпионами, а достойным, хорошим человеком. Уверенность в себе, умение преодолевать трудности, то есть воспитывать мужской характер. Ангелина как бы побывала и на репетициях, и на процессе модного показа. И мы увидели с ней, в общем-то, с чего начинается мода, с эскиза и с чем она заканчивается. На занятиях тоже как бы это разобрали. Поэтому это был такой быстрый вход как бы в профессию. Большие друзья все вместе впервые собрались на записи предновогодней программы. Автор и ведущий Екатерина Лушникова признается, за каждого маленького участника «Больших друзей» переживала как за родного ребенка. Я получила огромное удовольствие от работы над этим проектом, потому что любое общение с детьми, оно так или иначе дарит положительные эмоции. И нам с режиссером, наилем на Срединовом, приятно было наблюдать за тем, как меняется мироощущение у этих ребят. Просто помочь ближнему, мне кажется, это всегда счастье. Первый сезон проекта «Большие друзья», как и положено программе, о детских мечтах завершится чудесами. Какими, узнаем уже в эфире. Предновогодняя программа выйдет 26 декабря в 18.45. Наталья Бельская, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. 750 кубометров снега завезли на территорию Советского парка. Здесь полным ходом идет строительство ледового городка. Насадков в этом году было мало, и чтобы возвести новогодний парк в срок, понадобилась помощь крупных предприятий Советского округа. Общими усилиями привезли достаточное количество снега и льда. Архитекторы уже соорудили детские горки, строят хрустальный дворец и лабиринт. Затем объекты украсят яркой иллюминацией. Какими именно ледяными фигурами будут любоваться мечи, знает Татьяна Денисова. Первым встречает гостей Советского парка символ Нового года собака, а рядом с ней Дед Мороз со Снегурочкой. Снежные зодчие изо льда вырезают сказочную картинку. Сейчас трудятся над фонтаном. Фонтан Симмалого города. У нас много фонтанов достаточно. Если на Беловодии мы делали круглый фонтан, который был фонтаном у транспортного института, то здесь вот большой фонтан с двумя чаши. Советский парк – одно из популярных мест для отдыха в округе. Снежный городок возводят здесь уже пятый год. В этом сезоне осадков выпало немного, поэтому материал помогали завозить крупные предприятия. Общими усилиями получилось 750 кубических метров снега и 150 льда. В переводе на объекты – это хрустальный дворец, лабиринт, фигуры сказочных персонажей, несколько горок в виде цветка и печки Емели. В этом году по просьбам постоянных посетителей их увеличат в размерах, чтобы кататься можно было компаниями. Нам даже звонят амичи и говорят, вы, пожалуйста, в марте не разбирайте снежный городок, а почему мы хотим еще там ходить и вместе с детьми отдыхать. Здесь стараются в планах сделать так, чтобы сооружения отличались запросом всех амичей. Для детей среднего, старшего возраста и также для взрослых. Почему? Потому что мы привыкли на Новый год, выходя на улицу, активно отдыхать, получить заряд бодрости и энергии. Обычно катаемся на горках, на аттракционах. Очень хорошо здесь занимаются люди с душой и все делают для людей. Ну а в центре гордость. Парк – 20-метровая ель. Она даже выше, чем главная городская елка. Новогоднюю красавицу украсили игрушками, которые сделали своими руками ребята из детских садов и школ. Лучших юных мастеров наградят сладкими подарками в день открытия городка 26 декабря в 17 часов. Работа снежный парк будет первые два месяца Нового года. Татьяна Денисова, Илья Яковленко, 12 канал. И смотрите в итоговом выпуске в 19.30. Сосна 350 пихты ели по 800 рублей. Омск заполонили елочные базары. К Новому году их будет почти полторы сотни, причем большая часть в Кировском округе. Полиция и администрация начали проверки, пока все чисто. Денис Жарков побывал на торговых точках и выяснил, какие документы нужны для продажи зеленых красавиц. Много ли покупателей, и есть ли смысл ждать предновогодней елочной распродажи по бросовым ценам. Иконы, которые можно увидеть на ощупь. Уникальный проект задумали омские художники. Для незрячих и слабовидящих они иконы не напишут, вырежут. Миша, сын, младший Михаил, он снимает формы, будет снимать их, делать пластиковые, чтобы это тактильные были иконы, чтобы вот их не по дереву они трогали конкретно, а тоже потрогают дерево, само собой. До конца лета планируют изготовить семь икон, изобразят святых покровителей сибирских регионов. О каждом из них расскажут осенью, когда откроется выставка уникальных работ. Лена Смирнова побывала в мастерской и познакомилась с технологиями создания инклюзивных икон. И последнее, меньше трех часов осталось до начала прямого эфира программы «Диалог с губернатором» Александр Бурков. Впервые в большой студии 12-го канала будет общаться с имичами. В течение двух часов можно будет задать вопросы главе региона в режиме реального времени, дозвонившись в колл-центр нашей телерадиокомпании. Обращение можно будет направить в электронную приемную. Уже сейчас поступило около 350 вопросов от жителей региона. В основном о МИЧЕ интересуют проблемы обманутых дольщиков. Спрашивает Александра Буркова о том, как он намерен прекратить отток населения из Омской области. Какие меры соцподдержки существуют для многодетных семей. Жители строящихся микрорайонов спрашивают о развитии инфраструктуры, строительстве садиков и школ. Многие обращения касаются коммунальных проблем, вопросов здравоохранения и налогообложения. Обратиться к Александру Буркову можно с помощью социальных сетей на странице 12-го канала. Необходимо указать ваши контактные данные, телефон для связи, описать проблему. Диалог с губернатором начнется в 20 часов сразу по окончанию итогов выпуска. Час новостей. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Новогодняя суперакция от Кожгалантерей КАС. Главный приз 100 тысяч рублей. Я заказала окна в компании Евроокно Стандарт. Сделали качественно, быстро и недорого. Рекомендую. Окна, балконы, лоджии 700 007. Сохранять подвижный образ жизни и молодость кожи нам помогает Крем Рефарм. Покупайте в сети ортопедических салонов Артека, аптеках «Мелодия здоровья» и на сайте аптека.ру. По здоровью есть вопросы. 48 38 38. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом «Либридерм». Ходил раньше Олег из Омска за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцели, что и склад, и магазин. Здесь тушка цыпленка Равис охлажденная. Всего 99 рублей за килограмм. Вот это цены. Экономит теперь Олег и на квартиру новую копит. В паралимпийском спорте у каждого своя история. Каждый спортсмен прошел через какие-то там трудности, которые на первый взгляд кажутся непреодолимыми. Но такие же, как и вы, те же самые возможности есть и у вас. Не забывайте все время что-то делать для окружающих вас людей, потому что они тоже нуждаются в теплоте, заботе, внимании и поддержке. Государственная программа Омской области. Доступная среда. О погоде. Завтра, 22 декабря, по области ночью пройдет снег и до 16 холода. Днем без осадков минус 13, минус 16. В Омске осадков не ожидается ни ночью, ни днем. Температура воздуха 17-20 градусов мороза. Ветер слабо. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Эфир 12 канала продолжит программа «Благовесть». Итоги дня подведем в 19 часов 30 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова